Годовое освобождение физлиц при исчислении подоходного налога возрастет на 10%. Со следующего года он в составе 29 700 леев. Кроме того, больше не будут облагаться налогом расходы на различные виды страхования, а также контракты на обучение. Новые положения бюджетно-налоговой и таможенной политики на 2025 год утверждено правительством. Документ также предусматривает ряд льгот для экономических агентов. Согласно новым положениям, размер личного освобождения от подоходного налога для физических лиц в 2025 году вырастет и вместо 27 000 леев в составе 29 700 леев. Размер основного личного освобождения в следующем году составит 34 620 леев, что на 3 100 леев выше, чем сейчас. Проект также предусматривает и другие выгодные для физических лиц поправки. Речь идет об определенных расходах физических лиц, которые будут подлежать вычету в целях налогообложения. Речь идет о страховании жизни, о пожаре. При этом надбавки, которые родители будут получать на детей, которые обучаются, достигнут размера средней зарплаты в экономике. По контракту они будут вычитаться как доход, облагаемый налогом, чтобы налогообложение не действовало на этот доход. Мы вводим новый элемент, связанный с планом опционов на акции. Это инновационный элемент, который будет стимулировать людей оставаться здесь, чтобы предприниматель, у которого есть определенные сотрудники, мог иметь среднесрочный контракт и получил возможность в определенное время дарить им акции компании. Проект бюджетной налоговой политики на следующий год предусматривает и ряд льгот для компании. Теперь нужно будет предоставлять только полугодовые отчеты, не предоставляя документы ежеквартально. Если экономический агент осуществляет инвестиции в основной капитал в первый год деятельности, 50% этих инвестиций могут быть вычтены для целей налогообложения в качестве расходов. Гарантия на ввоз активов для производства будет освобождена от налога. Гарантия на активную переработку продлена на три года. Есть вещи, которые дают бизнесу пользу, и мы хотим проводить вмешательство в бюджетно-налоговую политику раз в два года. Хотя правящая партия изначально намеревалась ввести 20% НДС при аренде сельскохозяйственных земель, власти от этой идеи отказались. В следующем году постепенно будут расти акцизные сборы на табак, алкоголь и топливо. Это было согласовано ранее и цель повышения приведения молдавских пошлин в соответствии с европейскими.